В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ежемесячное оперативное совещание провел глава муниципалитета Алексей Сфаский. Продолжается подготовка к зимнему периоду, завозятся реагенты на склад. В микрорайоне Государев дом близится к завершению строительства детского сада. Мы сейчас выходим на пусконаладочные работы по оборудованию, по инженерному оборудованию и ТП. В сквере на школьной улице установили солнечные часы. Совершенно так случайно. Я в интернете нашла мастера Александра Болдырева. Оказалось, что это совершенно уникальный человек-специалист. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский провел оперативное совещание с руководителями служб и организаций Ленинского городского округа. Мероприятие прошло в зале Дворца культуры Видное. Подобные совещания позволяют объективно оценивать события, происходящие на территории округа, и оперативно решать различные вопросы. Директор Видновского троллейбусного парка Ольга Кендина рассказала о ряде новшеств на общественном транспорте. С 1 октября повысилась уже стоимость проезда на транспорте и на всех видах карт, которыми мы обслуживаем население, в среднем на 7%. Мы уже это внедрили, и мы в конце месяца на части подвижного состава устанавливаем датчики учета пассажиров. Я знаю вашу идею или мечту по поводу того, чтобы электробусы запустить у нас здесь, поэтому давайте вместе с финуправлением, с курирующим заместителем проработаем. Заместитель главного врача ВРКБ по медицинской части Константин Хадиков отчитался о том, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией постепенно стабилизируется. Число заболевших составило по Ленинскому городскому округу 288 человек. Это на 148 человек меньше в предыдущей неделе. Выздоровело 233 человека, в данный момент на облаторном лечении 101 человек. Начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу отчитался о проведении ряда профилактических операций. В ходе них задержано несколько человек с наркотическими средствами и шесть водителей, управлявших автомобилем, в состоянии алкогольного опьянения. Было дорожно-транспортное происшествие с участием личного состава. В служебную автомашину въехал в состояние наркотического опьянения гражданин Армении. В общем-то машина «Тотал». Ребята влаго незначительными телесными повреждениями отделались. Особое внимание на совещание уделили теме подготовки к зиме, как муниципальных учреждений, отвечающих за содержание дорог и дворовых территорий, так и частных управляющих компаний. Продолжается подготовка к зимнему периоду, завозятся реагенты на склад, и проводятся еще конкурсные процедуры по подготовке к зимнему периоду. В целом ощущение, понимание того, что к зиме готовы есть? К зиме готовы, но до конца, то есть стопроцентная готовность, могу доложить к концу октября. В завершении совещания председатель Совета депутатов округа Станислав Радченко рассказал о ходе сбора гуманитарной помощи для воинов, участвующих в специальной военной операции. Взяли шество над 42-й мотострелковой дивизией военной группой «Штурм». Там в том числе служат ребята, которые были призваны из Московской области. Они обратились к нам за помощью. Мы организовали взаимодействие с территориальными отделами точки сбора гуманитарной помощи. За неделю было собрано около трех тонн гуманитарного груза, а первая партия будет отправлена в ближайшие дни. Всем удачной рабочей недели и я надеюсь, что мы со всем справимся. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Близится к завершению строительство детского сада в микрорайоне Государев дом вблизи рабочего поселка Лопатина. Подрядчик рассчитывает сдать объект досрочно. Рабочие уже приступили к пусконаладочным работам и уборке помещений перед завозом мебели и техники. Большой яркий современный детский сад на 200 мест и 8 групп в микрорайоне Государев дом вблизи рабочего поселка Лопатина начали возводить в конце 2021 года. В настоящее время этот объект включен в государственную программу Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры с годами реализации 2021-2022 годы. То есть этот год – это вводной этот объект. Его очень ждут. Обычно на строительство подобных объектов уходит минимум 12 месяцев, но подрядчик рассчитывает закончить все работы раньше срока. Мы сейчас выходим на пусконаладочные работы по оборудованию, по инженерному оборудованию ИТП, вентиляционных установок, венткамер, системы, соответственно, оповещения людей о пожаре. То есть, в общем, все слаботочные системы. Это коммутация по группам, соответственно, директора и своих сотрудников. В здании уже тепло. Строители запустили отопление по временной схеме. Параллельно с пусконаладочными работами проводится уборка помещений и подготовка их к завозу мебели и техники. Все помещения очень светлые и просторные. В скором времени здесь появится игровая комната. А вот тут ребята будут завтракать, обедать и ужинать. Подрядчик обещает, что все работы будут закончены уже в октябре этого года. На улице, на участке 2000 квадратных метров разместились 8 ярких площадок с песочницами, навесами и малыми архитектурными формами. Спортивная зона. По улице площадки все завершены. Мафы уже стоят у нас. Все полностью собрано. Сейчас только ждем всхода оставшихся участков озеленения. Потому что в основном уже 90% посеяно травы. Она уже взошла. Уже делаем покосы первые. Для такой хмурой довольно-таки застройки этот детский сад яркое, очень притягательное пятно. Мы сами даже прошлись пока по территории, посмотрели. Очень яркие игровые элементы. Площадки, веранды. То есть детям здесь будет максимально комфортно, уютно находиться. И с большим удовольствием. В здании детского сада будет все необходимое. Пищеблок, прачечная, музыкальный и физкультурные залы, кабинеты для дополнительных занятий. На данный момент готовность объекта около 83%. На 24 октября назначена итоговая проверка госстройнадзора Московской области. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В сквере на Школьной улице, названном в честь первостроителей города Видное, установили солнечные часы. Автором уникального арт-объекта стал изобретатель и специалист в области гномоники Александр Болдырев. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Идею установить необычные часы в недавно благоустроенном сквере, названном в честь первостроителю города Видное, принадлежит местной жительнице Ирине Боровиковой. Мне просто стало интересно, вообще где-то существует такое у нас в стране, где-то установлены солнечные часы. И вот совершенно так случайно я в интернете нашла мастера Александра Болдырева. Оказалось, что это совершенно уникальный человек-специалист, известный не только в России, но и во всем мире. Я посмотрела его работы не только в городах нашей страны, но и за рубежом. Я была потрясена, удивлена, влюблена в его работы. Инициативу поддержали глава Алексей Спасский, руководство Московского коксогазового завода и Совет депутатов Ленинского городского округа. Появилось такое место притяжения, своеобразная жемчужина, где жители могут и посидеть, и отдохнуть, и приятно провести время. Эти часы изготовлены в единственном экземпляре, других таких в России нет. Мы их только что настроили по солнышку, который нам щедро выделили. Автор проекта – Александр Болдырев. Уже много лет занимается гномоникой, наукой, изучающей солнечные часы. Скульптуры мастера известны во многих странах мира. Из истории Флоренции известно, что там на речке Арна было наводнение. И когда местные купцы восстанавливали разрушенный город, установили там солнечные часы, похожие на этот образец. Похожие, это не аналог. Они впечатлили меня, во-первых, своей историей, во-вторых, своим внешним видом. Я сделал упрощенный аналог. Это редкий очень инструмент, не потому что это солнечные часы, а потому что у них очень редкий, связан с ним ряд ассоциаций. Механизм самого древнего прибора для определения времени прост и совершенен. Он состоит всего из двух деталей – стрелки, отбрасывающей тень, и циферблата, изготовленного из светлого камня. Но самое главное – это солнце. Как символ времен, как символ передачи из прошлого в настоящее будущее, интересов, опыта, стремления к развитию на нашей площади, вот этого сквера первостроителей, возникли солнечные часы. Таких часов нет нигде на планете. Стоит отметить, что облик сквера первостроителей совсем скоро будет полностью завершен. Скверов у нас сегодня достаточно в городе, чему-то посвящены. Но вот это именно сквер первостроителей. И обязательно здесь поставить знак, который людей бы формировал, жителей, гостей города, что такое первостроители, кто первый архитектор, откуда эта красота. Солнечные часы гармонично вписались в уникальную архитектуру старой части Видного и, несомненно, станут популярным объектом для фотосессий у жителей и гостей города. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В 17 школах Ленинского городского округа прошла Всероссийская интеллектуальная игра 14-18. Более 300 учеников старших классов приняли участие в этой исторической олимпиаде. Подробности в нашем сюжете. Команда Видномской гимназии второй год подряд принимает участие в федеральной игре 14-18. Ребята увлеченно отвечают на вопросы по истории Великой Отечественной войны. Всероссийская историческая интеллектуальная игра 14-18 представляет из себя онлайн-игру, которая включает в себя 20 вопросов тематических, 10 вопросов общефедеральных и 10 вопросов региональных. Перед началом игры члены местного политсовета Единой России Наталья Киселева и Анна Державина пожелали ребятам удачи и вручили памятные сувениры. Среди вопросов этой игры найдется немало тех, на которые, может быть, они и не знают ответ, но это побудит их в исторических книгах, в книгах о Великой Отечественной войне найти ответы на эти вопросы и, собственно говоря, тем самым повысить свою осведомленность о фактах, о людях, о событиях нашей великой истории. Ученица 11-го Б-класса Ведновской гимназии Яна Прошкина считает для всех школьников очень важно знать даты и события Великой Отечественной войны. Планирует сдавать историю. Как только в школе появилась история, 5-й класс, это был Древний мир, и как-то мне стало очень интересно. И в дальнейшем, с каждым годом ты узнаешь историю России, историю мира, и для тебя как будто ты начинаешь понимать гораздо больше, что происходит, почему, причина, последствия, итоги. Результаты будут объявлены скоро. 20 победителей отправятся на смену в лагерь «Артек», а участники получат сертификаты. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ленинский забег в музее-заповеднике Горки Ленинский – любимый спортивный праздник бегунов муниципалитета. Каждый год здесь собираются любители активного образа жизни, чтобы закрыть сезон стартов в таком живописном месте. Подробнее о мероприятии расскажет Дмитрий Книга. На территории музея-заповедника Горки Ленинский состоялось традиционное спортивное мероприятие «Ленинский забег». Принять участие могли все желающие от мала до велика. Для каждого атлета организаторы подготовили дистанцию по силам – 4,5 или 9 километров для взрослых и 2 километра для детей. Также на трассу вышли любители северной ходьбы. Очень такое интересное и важное мероприятие. Легкая атлетика в округе в принципе не очень развита, но вот это мероприятие, оно все больше и больше привлекает народа. Многие бегуны приезжают на этот старт ежегодно. Для некоторых из них он стал окном в любительский спорт и мир бега. Я регулярно принимаю участие в «Ленинском забеге». Спасибо, что он вообще есть, потому что сейчас все старты вообще платные. И мало где можно принять участие любому человеку, любого возраста, любой подготовке. Спасибо, что организовали такой забег. Популяризация спорта, здоровый образ жизни. Стараемся все это соблюдать. Опять же, пример молодежи. Ну и для себя, для удовольствия. Тренируемся 4 раза в неделю, поэтому в принципе готовы. Пробежайте спокойно, не торопиться. После обязательной разминки участники отправились покорять свои километры дистанции. Новички бежали в легком темпе, получая удовольствие от идеальной беговой погоды и открывающихся видов на осеннюю природу музея-заповедника. А быстрые атлеты боролись за призовые места. Первым на дистанции 4,5 километров финишировал видновчанин Дмитрий Рыжов. Я постоянно занимаюсь спортом. Во многих стартах участвую, но стараюсь все время на данный старт приезжать. Уже третий раз участвую. Все время в призах. Сегодня приятно было снова победить. Победителем на длинной дистанции стал мастер спорта международного класса по военно-спортивному многоборью Алексей Крылов. Я просто первый раз здесь участвую. Круг не знал. Я с ребятами побежал. Ну, второй круг как бы сам по своим темпам побежал. Где-то около 3,25. Стоит отметить, что второе место занял руководитель клуба «Богатырь» Алексей Корытько. А значит, легкая атлетика для тяжелоатлетов. Далеко не пустой звук. Так как у самого много очень спортсменов, много подготовок разных, а самого на тренировке мало времени. Я вот как хобби бегаю. Поэтому участвую в свободное время. Победители и призеры получили заслуженные награды, а все участники – заряд бодрости и хорошего настроения. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.